Что мы, собственно, сделали? Для начала, за счет дополнительной организации, которая, в отличие от имеющихся вредных разведчиков, а коммерческих компаний, да, у нее бюджет эфирации, анализирует различные эффективности расходования денег в такие временные направления. Да, то есть, поскольку это вот такие проверки. И у нас цифр и данных очень много в нашей жизни, потому что мы работаем с объектами контроля, и этих объектов контроля, и их инфраструктуры, естественно, становится, скажем, больше и больше. Сейчас вот предплащается область его сотрудничества в каждой химии данной, да. Вот. Всего мы работаем несколько сотен мероприятий в год на порядках сайта действий вверх и контроле, и у нас занимается проверкой более 700-й спектр. То есть масштаб нашей деятельности такой достаточно большой и объемный. Собственно, когда мы, наверное, 4 года назад начали заниматься как раз организацией, то мы первое, что сделали, это постарались, смотрите, что-то для нас, собственно, расформация, цифровизация, наверное, да. Вот. И стало понятно, что, ну, громкое слово «трансформация», наверное, вверх и себе, это мини, потому что, ну, кардинально мы не обменяем, там, нашу продукцию, как буддизмский отчет, да, мини, наверное, полностью уперек человека из процесса проверки на кризонте, там, не знаю, даже 10 лет. Вот. Мы можем говорить о том, что мы очень сильно будем цифровизировать этот процесс и описали, как мы это сможем делать, умеет образовать концепцию. Очень-очень рекомендуем 10 столиц буквально. Ну, как он описывает основные наши подходы, основное мнение, как и какие инструменты мы должны обладать там на кризонте 3-6 лет, с тем, чтобы вот соответствовать тем тенденциям в работе с данными, с централизацией, которые мы хотим. После чего мы перескнули, естественно, к созданию и развитию команды цифровых информаций. Первое, с чего мы начали, мы начали искать тех людей, которым это интересно, которые готовы осваивать технологии, которые новые методы работы. Для этого мы что начали делать? Мы начали искать вот таких, наверное, цифровых, каких-то заинтересованных людей, с ним, чтобы с ними уже дальше эту работу начинать, развивать и приносить их в эту практику. Дальше мы уже на основании архива, значит, оформляли команды в других аналитиках подразделениях. Дальше мы помнили, что хороший аналитик всегда опирается на хорошие данные. Это величие взаимосвязанные аналитики без данных. Это невозможно. Начали формировать команды, да, то есть его добро, которые занимаются именно данными. И таким образом формировали вот в итоге единую, наверное, команду по работе с данными, которая состоит из представителей с их предразделений. Чуть поправить, соответственно, к каждому вот эту шагу. Первое, с чего мы начали, на самом деле, когда мы начали уявлять тех самых-самых заинтересованных активных людей, мы начали проехать конкурсы. Мы просто-напросто покажили всем, которые думали, какие-то задачи аналитичные, которые именно из практики, которые будут в каждое направление универска, с тем, чтобы мы могли привлечь молодых разработчиков, аналитиков, и показать всем, как можно современные, и очень быстро, какого рода задачи. Вот это, на самом деле, очень сильно нам помогло, когда на первом нашем этапе работы, показать вот именно преимущества этих новых методов, и не из-под палки, что он называет, в связи с цивилизацией, а именно, скажем так, сделать это, мотивация для тех, кто хочет этим заниматься. Вот мы привели сами 20 хакатонов по созданию таких вот программных решений. Мы привели онкос, более такой, наверное, глобальный, по аналитическим, наверное, работам каким-то. И наша команда, в том числе, мы делали свою собственную команду, поучаствовали в тоже нескольких хакатонов, в том числе, вот, за рубежом был хакатон первые счеты, это палаты, кстати, европейские. Все счеты по адвокатам сейчас поднимаются, вот, сочините, мы, соответственно, там тоже достаточно плохо выстрелили. И вот, соответственно, это позволило всем нашим подразделениям получить опыт, такой вот командной работы в командах, люди, кажется, более аналитика, специалисты по данным, эксперта в предмету области, разработчика. Вот, чтобы все поняли, как это все вместе работает, какой результат это может дать. Ага. На основании вот этого подхода мы собрали, как называемый, это языковой актив. То есть, вот в этом движении нашим хакатонов приняло участие, вот, на первую встречу, например, это 70 человек, до конца первых, как он дожил, по-моему, 30, но очень активно, которые участвовали в постановке и задачу, с командой общались, в состоянии момента, или, да, какие-то консультации оказывали, данные на сроке и прочее, и прочее. Вот такого рода активные люди проявили себя, и на основании них мы стали дальше развиваться. Это как раз происходило, наверное, в первых годах полтора, после чего мы поняли, что на разных деятельностях в области цивилизации нет более системной. Мы запустили так называемый проект сахаровой взрывности. И вы по нескольким аспектам выделили несколько аспектов, по которым наши департаменты должны определять свою уровень сахаровой взрывности, как развиваться. И, соответственно, теперь верили систему оценки. Опять же, исходя из той специфики, в которой наши департаменты работали, не обязательно все должны достичь максимальной цифровой взрывности, да, вот по нашей коллеге. Кто-то может сказать, что нет, у нас хватится и двух с половиной, да, кто-то кому хватит двух. Вот, это совершенно нормально, и для этого мыслируем людей, скажем так, на неформальный подход, а на действительно решение тех задач, тех вопросов, которые у них реально стоят, и на развитие. Основные вот смехи для себя, естественные экраны, процессы, цифровые продукты, вот это вот данные, инфраструктура, и организационная культура. На самом деле, эти параметры могут быть у каждой организации совершенно своими, да, из-за ее специфики деятельности. Ну, для себя такое сделали. И дальше уже в рамках каждого аспекта каждый департамент запустил на декенобок проектов, по которому он, собственно, повышал этот свой уровень. Одним из этих проектов, с точки зрения команд, стало создание внутренних аналитиков. То есть, в принципе, члены таким путем пошли департаменты, да, они, когда у них проверяется аналитическая задачка, они среди своих собственных сотрудников искали на основании того самого актива тех сотрудников, которые могли, получили дополнительное образование, стать интерналитиками, и в силу их путем вот такого параллельного обучения собственно эти аналитические задачки начали решать. А наша задача была, как вот цивилизованные департаменты технологии, была задача нескучить инструментам анализа данных, сбора данных от СТСов, с тем, чтобы они уже вот эти результаты были использованы в их непосредственной работе. Очень важный тоже инструмент, действительно, коррекциативный, который может привести уже сразу же практически к каким-то конкретным результатам и показать пользу от того, чем все особенно занимаются. Вот как я уже сказал, когда мы начали делать аналитические работы, мы помним, что мы упираемся в данные, и, наверное, более через два слова, либо сначала все вот эти вот цифровизаторские деятельности, мы пришли к тому, что следующий этап, чем нам надо заняться, это централизованная поставка данных. Мы имеем доступ в порядке, наверное, на несколько суть информационных систем. Вот все, о чем я уже говорил, да. Из части этих систем мы данные забираем себе, и понятно, что они не всегда качественные. Для того, чтобы мы могли с ними работать, у нас есть, мы создали старое подразделение, которое очищает эти данные, может, во-первых, представлять инструкторием о связанных данных соотличных источников, потому что всегда самое интересное логическое, какие-то вещи, мы надеяли, появляются на встрече, наверное, разных предметов областей, как нам надо оберзывать с различных точек зрения, да, и обладая информацией о разных последствиях его поведения, когда мы здесь представляем в этом месте, всегда это самое интересное. Вот при этом данный всегда. На основании данных расстройки длинных, данных и совместных за эти длинные данные предоставили наличие. Вот такого рода команду мы сделали. Эта команда состоит вот из технических частей и ключевую роль в ней какая-то аттестерина, так называемая, которая также находится в департаментах. Мы вот подумывали на кем сделать что-то централизованное, либо все-таки ее сделать такое распределенное по аттестерингу. Каждый из этих путей имеет свои блюда, свои минусы. Централизация, естественно, она быстрее, но легкая, которая такими навыками обладает и дольше ники на рынке. Вот. Дезинтрализованная модель, она сложнее, но за то, что называется более устойчивость с точки зрения того, что знания области работы с данными получают люди, которые имеют непрактический, в том числе опыт, которые понимают, что такое там отрасль транспорта или отрасль энергетики или барберский сектор и так далее, и так далее. Вот поэтому мы пошли с данных причем. и вот такого рода людей мы стали выращивать специалистских экспертов по данным. Каждый будет подразделение, назвали данные стены. Вот. А эта команда обеспечивается на планирование данных, описание данных каждой из предпринимательных областей, постановку разработчиков разбора и так далее, подготовка таких самых датных необходимых наличий. А техническая команда она, соответственно, это поддерживает с точки зрения дистриументария. Да, и вот я как раз перехожу на следующий факт, как раз вот это единая команда по марку не сданной. Она состоит вот из нескольких направлений. Да, это техническая часть, управляющая часть и те самые даты-эстероды, которые добавляются предметами в своих областей и наборуют данные. Вот, и естественно, что каждый из фактаментов будет вполне и будет своей аналитики, которые могут на основании этих данных, которые поставляют вот эту команду, уже делать свои модели какие-то, визуализацию. Даже сейчас уже научились предменировать историю, которые из массива данных извлекают, скажу так, наиболее интересные какие-то кусочки, да, с тем же человеку не большая внимания и так далее и так далее. И, собственно, какого рода команда у нас что происходит? Да, мы вот за счет такого рода аналитических кейсов мы очень сильно с одной стороны дали возможность обрабатывать информацию намного больше, нежели не могли этого делать без инстинкентария. Это отвечает очень, конечно, посмотреть какие сотни может быть записи и тысячи. А если мы говорим о инстинкентарии ободных данных, то же самое как мы продолжаем сутки приезжались и обрабатывают и человек уже подсвечивает то, что мы не уходим дальше прогрузиться как раз у тебя несколько десятков интересных вещей, да. Вот. Вот. такого рода случаи применения называем антично-инкейсными решениями вот за два года последних у нас мы хотим сказать 120. Вот. И что очень хорошо, что уже сейчас половина из этих кейсов делается практически без поддержки из антикологического департамента. Люди берут инструмент так называемый «ноу-код», мы специально они подобрали, чтобы они самостоятельно это делать. берут этот инструмент заверняют туда данные и с помощью вот того инструментария, которое там есть, делают аналитику на различном и применяют аналитику в тех поверхах на правильных предприятиях, которые они реализуют. Вот пример, да. Вот как раз несколько примеров этого какого рода для шведов не получаем от применения такого рода экстремента, такого рода подхода. вот в первую очередь анализ отчетности, когда человек не может естественно мозг ухватить, ни экстремент не может положить никуда показатель за 5 лет огромный количественный затрат. Инструментарий это дает делать. Мы не только имущество очень интересных есть, когда опять же в массиве записи несколько сотен тысяч выделялись иномалии по ставкам аренды при различных районах и так далее. визуализация госдолга такой красивый был сделан антический инструмент, который показывает его особенности по различным управлениям и различным проектам. тот путь десантализации он конечно себя собой предполагает огромное усилие по обучению людей, большинство из которых с методами вообще до этого не столкнулось, но вдруг работали такие бухгалтерские стандартные методы, вот никому из комментариев не знали, вот что такое база данных тоже не слышали зачастую. Вот для них мы разработали колоссальную программу обучения, которая состоит из-за тысяч человек и часов различных курсов как по теории базы, так и по различным антическим методам. Вот мы это разбили на несколько уровней, то есть как бы есть знания, которые должны иметь все абсолютно наши собрания, там были 7 сотенспекторов, да, вот есть знания, которые должны обладать, но там то же самое бетон далеко не все могут знать, да, и мы можем знать проценты наверное пяти может быть десяти сотрудников вряд ли больше, потому что большего количества задач уполнят таких сложностей ничего у нас просто нет, там 80% того, что мы делаем, но вполне нормально решается обычными средствами инфографики, визуализации, а если люди вполне нормально обладают, то это совершенно хорошо. Вот такого рода программу мы реализовали, мы ее сейчас заканчиваем, и собственно она в общем не дает такой эффект, когда у нас люди сами состоит начинают работать с такого рода фронтическими студентами.